Не смогла и вообще в принципе это тяжело в конце сезона, когда большинство команд борются за нападающий. Лумак! А сейчас прямо сквозь Метсону как-то эту шайбу он в ворота протащил. А ты можешь опять сказать, а то как нападающий должен выполнять свои задачи. То есть выиграл борьбу, отстань, 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 отстань. Все-таки шайбу сохранил и дальше моментально ее бросил и подобрасил. Но совершенно бездарно провели его степейская команда из Загреба и проиграли, напомню, 1-5. Вот момент. Болл забивает Метлеща к сходу, хотя играл в большинстве в этот момент. Ну и вот Стефана Джильятти в свой юбилейный матч. 50-й знает он, про него не знает, но он был просто по сегодня уже. Мы точно знаем, что это первый сезон для Тепана Джильятти в континентальной хоккейной регии. Он сейчас дважды, едва шайба не выходила из зоны, но Амур ее там оставляет. Когда человек пытается, пытается помешать. И так помешал. И дал убежать. С перебором и драка. Драка здесь. Причем поднял, поднял руку. Это Стальнов мог, на самом деле, свою команду в большинстве, большинство для своей команды заработать. Ну и посмотрим, какое решение. Ну и заработали тут поровну обоим, красавцы. А арбитры, нет, просто раньше, раньше, за такой причинен, что за грубость Джильятти уже получил. Получил две минуты, была поднята рука арбитра. Ну, честный, красивый бой, да, где каждый может иметь себя победителем. На деревне была забава. Правда, что не мешало после этого. Вот за это нарушение уже было две минуты. И здесь, ну и только в ответ тоже, что оно полностью заработало. Как минимум, это что за грубость. А так мог бы заработать и большинство для своей команды. По-хорошему они не сцепились вместе, а вот за этот удар Стальнов полоски зачинщик потасовки, да? Нет, нет, нет. Что нивелирует вот тот самый штраф Джильятти? Спасибо.